Гортензия Magica Fire Описание, посадка и уход Сорт Гортензии Magica Fire как нельзя лучше подходит для оформления приусадебного участка. Главной отличительной характеристикой этой разновидности является пурпурно-розовый окрас, а также ровная круглая форма куста. В переводе с английского название сорта означает «волшебный огонь». Постепенный переход от светлого оттенка соцветий к алому к красному или бордовому напоминает разгорающиеся ламя. Благодаря своей яркой расцветке и крупным цветкам Гортензия Magica Fire способна придать нотки торжественности даже самому скучному ландшафту. Любой сад, огород или клумба в тот же миг обретет более эффектный и богатый вид. Данный сорт нуждается в особом уходе и требует соблюдения всех рекомендаций по его выращиванию. Только в этом случае растение будет радовать окружающих своим цветением еще долгое время. Гортензия Magica Fire общая характеристика растения Род Гортензии относится к семейству Гортензии Йовы. Всего насчитывается более 80 видов данного растения. Цветок может произрастать в виде лианы, кустарника или деревца. Растение отличается тем, что очень любит влагу. Встречается Гортензия в азиатских странах, на Дальнем Востоке и в Северной Америке. Назван цветок был в честь принцессы Священной Римской империи. Официальное название растения звучит как Hydrangea, что в переводе с латинского означает «сосуд с водой». В Японии популярно другое название – Adzisai, что значит «цветок», «фиолетовое солнце». Большая часть видов Гортензии выращивается в садах и лишь несколько разновидностей в силу их небольшого размера, в частности крупнолесную и садовую, в домашних условиях. В дикой природе Гортензия может достигать высоту до 3 метров. В форме лианы растения способны подниматься по стволам деревьев на 30-метровую высоту. В зависимости от вида Гортензии могут быть листоподными или вечно зелеными. Гортензия Magic Allfire большинство растений имеет цветки, окрашенные в белый цвет. У некоторых видов окрас может быть кремовым, синим, красным или розовым. Конкретный вариант расцветки зависит от показателя рено-почвы. Например, нейтральный грунт способствует кремовой или белой окраске у цветков, а щелочной – розовому или сиреневому. На заметку, кислый субстрат содержит много алюминия, поэтому цветки Гортензии получат синий окрас. Плод растения в виде коробочки, состоящий из нескольких камер, в которых содержатся мелкие семена. Описание сорта. Гортензия Magic Allfire может вырастать до вторых метров в высоту. Цвести начинает в июне и при грамотном уходе заканчивает лишь в конце осени. Растение предпочитает солнечные участки, при этом тень ему также необходима. Гортензия обладает зимостойкостью, но в то же время слишком низкие температуры она вынести не может. Поэтому во время суровых холодов необходимо сделать для нее укрытие. В описании Гортензии сорта Magic Allfire стоит отметить, что культура хорошо уживается с другими подобными ей растениями. Стебли у данного сорта крепкие и плотные, потому не сгибаются под весом массивных бутонов. Такая способность сделала Гортензию метельчатую Magic Allfire одним из самых популярных сортов этого растения. Длина соцветия, состоящего из множества мелких цветков, достигает 20 сантиметров. Окрас цветов может быть различным. Как уже говорилось ранее, зависит он от кислотно-щелочного баланса почвы. Наиболее яркое цветение обнаруживается у тех Гортензий, которые произрастают в кислом грунте. Гортензия Magic Allfire До начала цветения Гортензия ветви Magic Allfire обрастает листьями темно-зеленого цвета. Примечательно, что рост Гортензии этого сорта происходит достаточно быстро. Посадка Гортензии Magic Allfire Для активного роста и пышного цветения Гортензии очень важно правильно выбрать место для посадки. Главным ориентиром в этом случае является характер корневой системы кустарника. Корни настолько разветвляются, что в диаметре становится больше самой кроны. Таким образом, рядом с Гортензией не допускается посадка растений, которые каждый год необходимо перекапывать. К таковым относятся гладиолусы, гиацинты, тюльпаны. Несмотря на большую разветвленность, корни лежат в земле совсем не глубоко. По этой причине соседние культуры не смогут полноценно развиваться. При необходимости дополнения цветочной композиции вокруг кустарника можно высадить отчеток. Посадка Гортензии Глубина посадочной ямы должна быть не менее 40 см, диаметр 60 см. Если планируется выращивание сразу нескольких экземпляров Гортензии, между ними рекомендуется соблюдать пространство в 2,5-3 метра. Перед посадкой Гортензии в почву вносят мел или золу. При этом указанные вещества не должны находиться вблизи кустарника. Удобрять землю рекомендуется торфом, специальными минеральными и органическими подкормками. Для этого можно использовать также опилки и хвою. Регулярное проведение таких мероприятий обеспечит полноценное цветение Гортензии уже на 4-5 год ее жизни. Высаживают сорт в основном весной, чтобы корни успели окрепнуть до наступления зимы. Допускается также осенняя посадка. Перед тем, как поместить Гортензию в грунт, следует слегка подрезать корни и побеги. Важно! Гортензия Magic All Fire не переносит щелочные соединения в составе почвы. В противном случае цветение окажется невозможным, растение погибнет. Гортензия метельчатая Magic All Fire не требовательна к качеству воздуха, поэтому городская загазованность нисколько не помешает кустарнику. Активно расти и развиваться. Уход! Гортензия Magic All Fire – влаголюбивое растение. Оно будет активно развиваться даже на очень сырой почве. Для сохранения эстетичного внешнего вида очень важно проверять уровень увлажненности грунта. При его недостатке почвы обильно поливают, при этом затрагивают не только участок у основания, но и землю вокруг места посадки. В засушливый период осуществляют дополнительный полив грунта. Недостаток кислоты в почве можно восполнить при помощи железного купороса. Также в этом отношении очень полезен торф и хвойная подстилка. Уход за гортензией Чтобы защитить растение от сильных порывов ветра, рекомендуется высаживать цветок рядом с постройками. На зиму куст укрывают, чтобы не допустить его обморожения. Сохранить корневую систему гортензии Fire поможет окучивание садовой земли. Еще один важный совет – засохший после долгой зимы побеги убирать не нужно, так как растение обладает способностью восстанавливаться. В начале весны куст в обязательном порядке обрезают. Если пренебречь обрезкой или сделать ее не вовремя, куст ослабнет и станет легкой добычей для болезней и вредителей данного сорта. В отдельных случаях поздняя обрезка может привести к отсутствию цветков. Совет, чтобы растение цвело обильно, прошлогодние побеги срезают почти полностью. Если же имеет значение интенсивный рост стеблей подойдет щадящая обрезка. Гортензия нуждается в регулярной подкормке. Каждые две недели в почву добавляют минеральное удобрение, каждый месяц органические. В конце лета подкормка не требуется. Чтобы побеги стали более крепкими, гортензию поливают раствором марганцовки 0,5 грамм вещества на одно ведро воды. Болезни и вредители. При несоблюдении правил ухода существует большая вероятность, что цветок заболеет. Одной из главных напастей для сорта Magical Fire является мучнистая роса. Избавиться от заболевания может раствор фондозола. Также в этом плане очень хорошо зарекомендовала себя бордосская жидкость. Серьезным вредителем для данного сорта является тля. Обрабатывать растения от паразитов можно при помощи чесночной настойки. Опрыскивание повторяют еженедельно до той поры, пока тля не исчезнет. Болезнь гортензии и ландшафтный дизайн. Для сорта Magical Fire подойдет практически любой стиль ландшафтного дизайна. Особой популярностью на сегодняшний день пользуется летний пейзаж средиземноморского сада. Для оформления участка в таком стиле понадобится яркая и разнообразная цветовая палитра, изящная мебель, элегантные декоративные растения. На таком фоне гортензия Magical Fire будет великолепно смотреться у входа или у места отдыха. Восточный стиль подразумевает размещение гортензии рядом с водоемом. В этой композиции растение является частью цветочного пейзажа, представленного сложными цветочными узорами. Также гортензию сорта Magical Fire рекомендуется использовать для оформления садового участка в стиле кантри. Атмосфера сельской местности создается благодаря размещению цветка вблизи водоема. На заметку, с точки зрения ландшафтного дизайна английский сад также прекрасно подходит для выращивания этого сорта гортензии. В середине цветочного великолепия растение будет смотреться очень ярко и эффектно. Оформление сада в русском стиле подразумевает декорирование палисадников, клумб и ограждений. Нередко гортензии украшают фасады зданий. Если дом на участке оснащен колоннами, растение отлично подойдет для его украшения. Растение этого сорта ярко подчеркнет возвышенность архитектурного стиля и расставит необходимые акценты во всей композиции.